Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами, наконец-то, Цезарь, который приготовила мамочка. Огромное ей спасибо за это. Рецепт на Цезарь у нас должен быть на Айкуке. Если я найду рецепт, обязательно оставлю в описании под видео. Также впервые в этом году буду пробовать арбуз и дыньку. Хотя нет, дыньку я уже пробовала, а вот арбуз буду пробовать впервые в этом году. Также хотелось бы попросить вас подписаться. Я стараюсь очень часто снимать для вас контент, и я очень надеюсь, что вы это зацените. На какую тему я с вами хочу поговорить? У меня есть определенная тема, которую я хочу обсудить, но... Я уверена, что я столкнусь с огромным хейтом. Свою сторону. Просто мне хочется высказаться. Невозможно... Невозможно 99% Вы меня не поймете. Листа я, значит, ленту натыкаюсь на видео. Девушка продает свой курс по похудению. До этого тоже она у меня мелькала. Но я, как правило, опять же, извиняюсь, но... Вот эти гайды, курсы блогеров, курсы по продвижению... Я это никогда всерьез не воспринимаю. Если я человек, который хочу похудеть... Я запишусь в зал. Найду хорошего тренера. Или просто... Пойду к диетологу, проверю свой организм, сделаю выводы. Либо... Просто сяду на диету и начну худеть, как я сделала, когда мне было 16-17 лет. Я похудела. Получается, на 13 килограмм. Человек продает свой гайд по похудению. И, естественно, закупаются у блогеров рекламой. И она такая в шоке. От того, что... Ей назвали цифру 1900 евро. Она прям выделяет тот момент, что блогеры всего 80 тысяч подписчиков. Я такая думаю, у меня куда больше, я намного дешевле делаю рекламу. Мне просто интересно стало посмотреть на этого блогера, про кого идет речь. Там в комментариях кто-то написал ее имя. Я написала, да, 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 и про нее речь. И я захожу на страницу этого блогера. Да, действительно, у нее 80 тысяч подписчиков. Но когда я открыла Reels, я увидела, что все ее видео, без исключения, набирают минимум 100 тысяч просмотров. 100 тысяч просмотров. Это не маленькие цифры. Какая разница, сколько у нее там в шапке подписчиков. Сейчас только экс-участниц Тома-2. смотришь, у нее цифры миллион подписчиков. А просмотров там 20-30 тысяч. Кот наплакал. То есть, какая разница. У нее вообще инстаграм на уровне вообще инстаграма миллионника. то, что она не накрутила себе подписчиков, говорит, прежде всего, о ней в хорошем ключе. У нее такой крутой, эстетичный просто инстаграм. Просто лакшери бренды готовы покупать рекламу именно у таких блогеров. То есть, вы думаете, самые главные просмотры? Нет. Одно дело, извиняюсь, опять же, ты сидишь ешь, а другое дело, ты снимаешь супер красивый контент на Мальдивах. Очень все красиво, эстетично. Еще я заметила, уже два дня я слежу за ней, у нее не так много рекламы. Обычно, когда у блогера мало рекламы, она делает эту рекламу дорого. И эффективность от этой рекламы куда больше, чем от блогера, у которого 10 рекламных сторис. Через сторис реклама. Через сторис отметка, отметка, отметка. Уже людям надоедает эта реклама. И они просто перестают реагировать на нее. Но эффективность у блогера, который делает рекламу не так часто, куда выше. И, естественно, ценник дороже. Открыла комментарии, все пишут. Ой, блогеры офигели. Что за цены? Все люди такие, знаете, недовольные, поддерживают ее, что почему так дорого? Давайте начнем с того, что... Чтобы набрать такие просмотры, сколько сил, времени надо вложить. Еще не факт, что у тебя вообще что-то получится. Сколько людей начинают везти. Инстаграм не забрасывают. Очень много людей. Человек просто хочет заплатить 3 копейки. И заработать. А такое не бывает, к сожалению. И сама она рассказывает о том, что... Там недавно она покупала у нее одну сториз за 500 евро. Если ты повторно обращаешься к тому же блогеру, значит, ты увидел эффект. Меня просто раздражают люди, которые готовы обесценивать чужой труд. Заработок блогеров у всех на виду. Понятное дело. Но есть также очень много других сфер, где люди безумно круто зарабатывают. Например, врачи-стоматологи, которые ставят виниры, если они делают это круто и оценивают свой труд в эту сумму, здесь ничего плохого нет. Я когда просто узнала себе стоимость виниров, и почем нам их ставят, особенно, например, в России, и очень дорого. Я поняла, как круто они зарабатывают. Но это не делает конкретно этих врачей плохими. Это просто человек оценивает свой труд на протяжении всей своей жизни. Это знаете, на что похоже? Одна психолога у нас здесь в Азербайджане пожаловалась на то, что вот она хотела выступить экспертом на каком-то канале, точно не знаю на каком, и с нее потребовали деньги и достаточно кругленькую сумму. И она поделилась с подписчиками, что вот, представляете, какой недобросовестный канал. потребовали с меня деньги. И ведущий этого канала очень четко разъяснил границу. он такой говорит, мы тебя показали в передаче. ты, например, заработала 100 новых клиентов, каждый из которых принес тебе энную сумму за консультацию. Ты же не делаешь акцию, так как здесь в программе меня показали абсолютно бесплатно. Всем людям, которые придут ко мне на консультацию, я тоже бесплатно окажу услуги. То есть ты хочешь просто заработать, не потратив ни копейки. Очень много подобных сфер. Один визажист, который делает безумно просто красивые макияжи, читаю его комментарии, кто-то узнал цену, почему он делает макияж. Просто за макияж. Просто за один день. Я это все смою. Такие баснословные деньги. Да почему я должна столько платить? Не хочешь, не плати. Никто никого не заставляет. Каждый человек оценивает свой труд на определенную сумму. Это неплохо. Вот очень часто в найме платят просто мизерные зарплаты и требуют просто не вот так, а вот так. Требования просто выше крыша. Вы знаете почему? Потому что есть люди, которые готовы продавать свой труд за эти деньги. И работодатель думает, зачем мне платить больше. Я просто уверена, что вы меня не поймете. Вам 100% покажется, что блогинг это очень легко. Блогеры должны обязательно продавать рекламу за 3 копейки. Я сейчас, правда, врать не буду. Не слежу за бузуи. Но вот в одном из интервью она говорит я делаю рекламу недорого. Недорого в ее понятии это условно 250-300 тысяч. Чтобы каждый бренд мог купить у меня рекламу. Раньше я была на нее подписана. И у нее просто через сторис реклама была. У нее было столько рекламы. Это просто не то, что меня раздражало, просто я переставала реагировать на эту рекламу. Я не переходила уже по этой ссылке. Вас узнают. У вас появляется узнаваемость. У вас появляется узнаваемость. В общем, я надеюсь, что вы меня поняли. Точнее, вы меня правильно поняли. Не то, что я просто хочу защитить блогеров, которые очень дорого делают рекламу. Обычно у таких блогеров очень мало рекламы. И она безумно эффективна. И они выбирают этот путь. И очень не люблю людей, которые обесценивают чужой труд. Вообще, я считаю, что это очень конфиденциальная информация. И узнавать у блогеров потом «А вы знаете, как дорого стоит? Я офигела!» и так далее. Это как-то прежде всего говорит о человеке. Я бы лично не пошла на курс к такому человеку. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и обязательно писать ваше мнение в комментариях.